Всем привет! Сегодня дванадцатый раздел грамматики английского языка, и мы будем говорить о past continuous, прошедшем продолжительном времени. На прошлом занятии мы с вами разобрали прошедшее простое время глагола быть, и вы уже помните, что у нас две формы глагола быть в прошедшем времени. Это форма was и форма were, и обе формы используются для построения как утверждений, так и вопросов и отрицательных предложений, да, то есть это глагол олигарх, и он может сам строить вопросы, он может сам решать все вопросы. Нужно построить вопрос were you happy, was she happy, и так далее, да, то есть мы строим положительные, отрицательные и вопросы с помощью этих форм глагола быть, was и were. Итак, помните, да, что если у вас единственное число, то вы используете was, I was, he was, she was, it was, да, но если у вас множественное число, нужно использовать were, you were, we were, they were. Помните, что нужно не путаться с словом were, когда вы читаете это слово как слово were, это неправильно, нужно читать were, were, were. Итак, сейчас это нам понадобится, почему, потому что past continuous мы будем использовать глагол be, помните форму настоящего продолжительного времени, это два элементы основные, это глагол быть, и к основному глаголу мы добавляем окончание ing, например, я ем, I am eating. Так вот, что такое past continuous? В принципе, времена группы continuous, past continuous, present continuous и future continuous, они не очень сложны, их можно легко понять. Что это значит past continuous? Когда вы употребляете past continuous? Смотрите, есть два такие нюанса, когда употребляется past continuous. Если вы говорите о прошедшем действии, но говорите о течении этого действия, о в какое-то конкретное время, например, вчера в 6 часов я смотрел фильм, yesterday at six o'clock I was watching a film, yesterday at six o'clock I was watching a film. Вы говорите, назваете конкретный период времени, в который какое-то действие происходило, то есть должно всегда быть конкретное время в прошлом, потому что это past continuous, прошедшее время, и акцент делается на длительности действия, то есть вы что-то делали, например, дети кушали мороженое вчера в 6 часов, бабушки продавали помидоры в 6 часов, она готовила все утро, все утро, это период, на протяжении которого происходило действие, она готовила все утро, период. Итак, давайте детали сейчас разберем. I was eating, мы будем разбирать сейчас все типы предложений, мы будем разбирать утверждения, отрицания и вопросы. Итак, начнем. Примеры. I was eating, я ел, помните, два элемента должно быть, то есть у вас глагол, и он с двух сторон обрамляется двумя элементами, continuous, да, продолжительной формы. Это was, were, или were, was или were, смотрим, у нас субъект будет, множественное число или единственное число. I was eating и глагол ing. He wasn't eating, он не кушал, да, здесь не сказано конкретный период, но он подразумевается, то есть, когда мы слышим he wasn't eating, он не кушал, то имеется в виду конкретный период в прошедшем времени, он не кушал. И вопросы, как строятся вопросы, мы на прошлом занятии с вами уже изучили, что вопросы строятся с глаголом be путем постановления глагола be на первое место. Если у вас будет вопросительное слово, такое, как, например, what, what, вы скажете, what were you eating? Что вы кушали? Что ты кушал? What were you eating? Were you eating? Ты кушал? Интонация вверх. Were you eating? What were you eating? Что ты кушал? Интонация вниз. Итак, the past continuous describes a continuing situation, то есть, продолжительное действие, когда in the past, в прошедшем времени. Хорошо. То есть, действие, которое продолжалось на протяжении какого-то времени. Например, Дэн спал, когда позвонил телефон. Я здесь неправильно чуть-чуть сказал, не на протяжении конкретного времени, а в конкретное время. В конкретное время. То есть, Дэн спал, когда позвонил телефон. Когда Дэн спал? Конкретное время. Когда позвонил телефон, он спал. Продолжительное действие. We often interrupt. Interrupt – это перерываем, перебиваем. Interrupt a continuing situation with a sudden event. Мы часто перерываем продолжительное это действие каким-то sudden event, мгновенным событием. sudden event. Например, Надя позвонила мне в 7.30. Конкретный момент есть, но found здесь употребляется не продолжительное время. Почему? Потому что мы не делаем акцент на длительность действия. У нас есть конкретное время, но нет длительности действия. То есть, она мне позвонила в 7.30. Если она мне наяривала в 7.30, то я скажу, Надя was phoning me at 7.30. And I didn't pick up the phone. И я не взял трубку. А здесь просто она мне позвонила, но что я делал в этот конкретный момент? I was having my dinner. Вот я люблю так позначать текущее действие таким значком, что действие продолжается. То есть, I was having my dinner. Я кушал и кушал и кушал в то время. Смотрим сюда на табличку. Сейчас now мы здесь, но мы говорим о конкретном времени. 7.30. So, I was having my dinner. Это процесс происходил. Да, длительное действие. И Надя позвонила. Она взяла и позвонила. Это не длительное действие. Это единичное действие. Итак, Steve was eating in the restaurant when the fire started. Steve was eating. Кушал, кушал, кушал. В ресторане, когда мгновенно начался пожар. When the fire started. Started. Это простое прошедшее время. Past simple. Он кушал, кушал, кушал. И начался пожар. Я думаю, понятно, да? Если акцент на длительности действия в конкретный момент в прошлом, употребляется past continuous. Конкретный момент в прошлом может быть задан каким-то конкретным временем. 7.30. I was having dinner at 7.30 yesterday. Или же может быть задан другим действием, которое произошло в past simple. В прошедшем времени. Например, Дэн спал, когда позвонил телефон. Он спал, 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 спал. И позвонил телефон. Итак, поехали дальше. Форма прошедшего продолжительного времени очень простая. То есть, вы уже знаете, was, were мы употребляем. Это глагол быть. И после основного глагола мы употребляем ing. К основному глаголу мы добавляем окончание ing. Например, I was watching. Я смотрел. I was watching. They were eating. Они кушали. We were sleeping. They were dancing. She was crying. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, утверждение. Что мы здесь имеем? Last month, в прошлом месяце, I was working in Brazil. То есть, я делаю акцент на том, что я работал продолжительное действие в Бразилии. Делаю акцент на длительности действия. Смотрим второе предложение. Jack and Tony were working in Italy. Jack and Tony работали в Италии. Они работали, и работали, и работали. Смотрите, здесь нет конкретного времени, но оно завуалировано. Она подоплека такая, что это конкретное время в прошедшем. Jack and Tony were working in Italy. Jack and Tony were working in Italy. Почему were? Помните, что Jack and Tony – это множественное число. Мы можем заменить на местоимение они. They were working in Italy. They were. I was. He was. She was. Но they were. They were eating. You were eating. Вы кушали. We were eating. Мы кушали. Но когда у вас единственное число, вы говорите was. I was eating. He was eating. She was eating. It was eating. Отрицание. Отрицание тоже просто образуется. Мы к глаголу was, к глаголу быть, was или were, добавляем окончание, не окончание, а частицу not. The teacher was talking. Учитель разговаривал, но, but, перед but, кстати, ставится a coma. But Harry wasn't listening, но Harry не слушал. То есть, учитель бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но Harry не слушал, не слушал, не слушал. В конкретный момент, в прошедшем времени, у нас два длительные действия. Common wasn't teaching in 1990. Здесь конкретный момент задан. Она не преподавала в 1990 году. She was studying. Она сама училась. То есть, конкретный момент. 1990 год и текущее действие, длительное действие. Was not. Можно сокращенно сказать wasn't. Wasn't. Were not. Посложнее будет произнести. Нужно сказать weren't. Weren't. Если трудно вам говорить, можете говорить was not и were not. Ну, пожалуйста, не говорите where. Not. Потому что were это где. Were not. Weren't. Итак. I wasn't eating. Я не кушал. You weren't eating. Ты не кушал. Конкретный момент в прошедшем времени. He wasn't eating. She wasn't eating. Она не кушала. It wasn't eating. Оно не кушал. Собачка не кушала. We weren't eating. Мы не кушали. They weren't eating. Они не кушали. Еще. Хочу, чтобы вы поняли о конкретном времени. Что конкретное время не всегда указывается. То есть, если у вас, вы видите предложение, оно past continuous, у вас возникает вопрос. Хорошо. А где конкретное время? Например. I wasn't eating. Я не кушал. Наверное, конкретное время, оно было указано раньше в контексте. Раньше в тексте. И мы просто уже знаем, что речь идет о конкретном времени. И в этом предложении нет смысла показывать, что время конкретное прошедшее. I wasn't eating. То есть, вот такая подоплека. Questions. Вопросы. Как строятся вопросы? Ну, вопросы строятся тоже не так сложно. Если у вас трудности в построении вопросов, постарайтесь сначала сделать statement, утверждение. Например. I was eating. Или he was eating. Он кушал. А с этого предложения постарайтесь построить вопрос. Например, вам нужно сказать. Кушал ли он? Помните, что мы was ставим в начале. Was, потом кто он? Was he и кушал? Eating. Was he eating? Was he eating? Вот так. Was he eating? Итак. Was he listening? Слушал ли он? Where are they working in the office? Они работали в офисе. Это какой вопрос? Правильно. Это общий вопрос. Если общий вопрос, то он нуждается в ответе yes или no. И интонация вверх. Where are they working in the office? Were you eating when I found? Ты кушал, когда я тебе звонил? Were you eating when I found? Смотрим. Сначала глагол быть. Was, were. Потом субъект. He, он. You, ты. They, они. И потом глагол с окончанием ing. То есть мы меняем местами he и was. То есть субъект. Меняем местами с глаголом. Was I eating? Were you eating? Was he eating? Was she eating? Was it eating? Were we eating? Were they eating? Итак, специальные вопросы. Что значит специальные вопросы? Это те вопросы, когда мы приглашаем специального человека. Это вопросительное слово. Вопросительные слова обычно начинаются комбинацией wh. То есть what, что, who, кто, why, зачем, почему, why, when, когда. When, where, где и так далее, и так далее, и так далее. Итак, давайте сделаем упражнение. Смотрим на что? Смотрим на задание. Что от нас требуется? Look at the pictures. Посмотрите на картинку. Look at the picture of the classroom at 2 o'clock yesterday. Посмотрите на картинку. Состояние класса в 2 часа вчера. То есть смотрим. Да, состояние хорошее. Хорошее все, что тут делают. У нас есть конкретное время. Это 2 часа, когда вчера. То есть это классический пример употребления past continuous. Заданное конкретное время в прошлом. И нужно complete each sentence about it using a verb from the box. Закончить предложение, используя verbs, эти слова, в табличке. Итак, давайте сделаем это упражнение. Сейчас вы можете сами сделать скриншот. Я так сделаю. Можете сделать скриншот. И постарайтесь сами сделать это упражнение. Помните, что в продолжительных временах вы всегда будете использовать ing, которое добавляется к глаголу. А перед глаголом с окончанием ing вы будете использовать глагол быть. Если это настоящее время, вы используете глагол быть. Если это прошедшее время, действие происходило в прошедшем времени, в конкретное время, длительное действие, тогда вы будете использовать was или were. Например, Anna was reading a book. Она читала книжку. Смотрим, где она. Вот у нас она. Что она делала? Она читала книжку. Она читала книжку. Она читала книжку. В два часа вчера. Здесь, смотрите, опять же, конкретное время не указано, но оно указано в контексте здесь. Она читала книжку. Итак, если вам нравится видео на канале, пожалуйста, подпишитесь, поставьте извещение, нажмите на такой bell, bell, звонок, да, и продолжайте смотреть, смотреть видео. Итак, поехали. Paul and Jim. Смотрим, что делали Paul and Jim. Я сделаю чуть-чуть побольше. Что делали Paula and Jim. I'm sorry. Paula. Paula, not Paul, but Paula. Paula and Jim. Where is Paula? Paula, I will... So, here we have Paula. Здесь у нас Paula. And where is Jim? А где Jim? Jim is here. Fine, good. Они, их двое. Если их двое, это множественное число, мы будем использовать какой глагол? Was или were? Когда множественное число? Правильно, мы будем использовать глагол were. Что они делали? Смотрим, play football подходит. Конечно, подходит. Здесь мяч, и они играли в футбол. Два часа вчера. Мы скажем Paul and Jim. Jim. We're playing football. Football. Paul and Jim were playing football. Здесь есть запятая. Окей. Tim. Tim. Смотрим, где Tim. Tim, where are you? Ага. Tim is here. Tim is great. Он написал на доске. Что он делал? Listen to music. Слушать музыку? Нет, наверное. Может, в научниках. Write on the boat. Писать на доске. Да. Да. То есть, Tim писал на доске. Was. Потому что это единственное число. Он. He was writing. Смотрите. Смотрите, когда у вас глагол оканчивается на и, на вот эту букву и. Вот. И. При добавлении окончания ing и уничтожается. Это называется e-drop. Опускание и. E-drop. Tim was writing on, not on the boat. On the boat. На доске. Tim was writing on the boat. Kate and Bill. Найдите. Kate and Bill. Where are they? They are here. What are they doing? I think they are listening to music. But we are talking about the past. Мы говорим о прошедшем времени. О двух часах вчера. Что они делали в два часа вчера. А в классе они слушали музыку. Listen to. Обратите ваше внимание на то, что после listen вы используете предлог to. Вслушаться в музыку. Как-то так. Kate and Bill. Это множественное число. Поэтому were. Kate and Bill were listening. Were listening to music. To music. Kate and Bill were listening to music. Мне хочется поставить запятую. Буду ставить запятую. Она есть, но очень далеко. Дальше. Где Sam? Sam, where are you? Ага. Sam is here. Что он делает? Возле окна. Draw pictures. Рисует картинки. Нет? Look out of the window. Ага. Смотреть в окно. Предлог. Out of. Смотреть в окно. То есть выглядывать с окна. Look out of. В. Of. The window. Мы скажем, что Sam смотрел в окно. Was. Глагол look. Добавляем окончание. And you. Was looking out of the window. Смотрел из окна. Window. 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 Это слово, которое означает wind, ветер и око ветра. Window. Window. Глаз ветра. Window. Window. Шестое предложение. Add and Lisa. Где у нас add? Здесь add. И здесь Lisa. Что они делают? Add and Lisa. Что они делали? Точнее в два часа. У нас конкретное время прошедшем. Поэтому past continuous. Так как их двое. Мы напишем were and draw pictures. Добавляем к глаголу ing. Не забываем. Не забываем добавлять ing. Смотрите. Were ставим обязательно перед глаголом и после глагола ing. То есть у нас два элемента. Мы не можем опустить один из этих элементов. Add and Lisa were drawing pictures. Так. Мы сделали это упражнение. Сейчас вы можете делать скриншот следующего упражнения. Я остановлю. Делайте скриншот. Останавливайте видео. И пытайтесь сами сделать это упражнение. Можете ставить на паузу. Когда вы... Потом вы можете проверить. Итак. Давайте сделаем это упражнение. Два упражнения. Write negative sentences. Нас просят написать negative, отрицательные предложения. То есть в этом уроке мы разбираем все предложения. Это statement, утверждение, отрицательные предложения и вопросы. Здесь отрицательные предложения. То есть что нужно помнить? Нужно помнить, что добавляется к was или were частичка not. Вы можете сказать was not или wasn't. Вы можете сказать were not или weren't. Окей? Пола и Джим were looking out of the window. Вам нужно сказать, что Пола и Джим weren't looking out of the window. Они не смотрели в окно. Давайте я напишу вместо Пола и Джим they, они. They were not или сокращенно they weren't looking out of the window. Window и точка. Дальше. Третье предложение. Tim was reading a book. Вам нужно сказать, что Тим не читал книжку. Тим это он. Это единственное число. Тим wasn't reading a book. Тим wasn't reading a book. Точка. Где моя точка? Здесь точка. Кейт и Билл это они, поэтому they were writing on the board. Писали на доске. Мне нужно сказать, что они не писали на доске. Were an apostrophe T. They weren't writing on the board. Они не писали на доске. They weren't writing on the board. Sam was playing футбол. Вам нужно сказать, что Сэм не играл в футбол. Сэм. Это он. Можно написать. He wasn't. Отрицание. He wasn't. He wasn't playing футбол. He wasn't playing футбол. Yes. Пять точку. Эд и Лиса were listening to music. Это опять же таки. Они. They weren't. Were not. Можете писать. They were not. Если что-то сложно. They weren't listening. Listen. И добавляем окончание ing. They weren't listening to music. Они не слушали музыку. Обратите внимание на предлог to. Дальше. Use prompts. Prompts означает подсказки. Используйте подсказки. Для чего? Infinitive of purpose. Для чего? Why? To make questions. Для образования вопросов. Смотрите. Когда у вас ответ на вопрос почему, то вы очень часто можете употреблять инфинитив. То есть глагол с часткой to. Use the prompts to make questions. Используйте подсказки для образования вопросов. Для чего? Для образования вопросов. Здесь у нас просят образовать вопросы. Team draw pictures. Мы спрашиваем. Was team. Сначала was или were. И потом team. Кто? Кто исполняет действия? Was team. И дальше глагол с окончанием ing. Was team drawing pictures. То есть в вопросах у вас будет разделяться две части формы continuous. Продолжительное время. Team was drawing pictures. Team рисовал картинки. Но когда вопрос у вас будет сначала was, потом не drawing, а team. Кто? Was team drawing pictures? Kate and Bill look out of the window. Вы спрашиваете. Kate and Bill это они. То есть were they looking? Не забываем добавлять окончание ing. Когда в continuous вы что-то говорите. Were they looking out of the window? Looking out of the window. Запомните формулу window. И знак вопроса. Продолжительный знак. Ed and Lisa read a book. Читали ли Ed и Лиза книжку? Ed and Lisa. Это множественное число. Это они. Тогда поэтому were. Were they reading ing? Were they reading a book? Were they reading a book? Вот так. Четвертое. Пола и Джим write on the board. То есть писали ли Пола и Джим на доске? Were Пола. Слово оканчивается на и. И мы убираем и, когда добавляем ing. Were they writing on the board? Можно написать was. Можно написать were they writing on the board. Anna play football. Играла ли она в футбол? Так. Вопросительный знак. Не забываем. Я забыл. Anna play football. Anna это один человек. Единственное число. Поэтому was. Anna это она. Was she playing? Смотрите, это буква Y. Она никогда не меняется к этой букве. Мы добавляем ing. ing. Was she playing football? Football. Double L, double O. И знак вопроса. Sam listened to music. Sam слушал музыку? Was Sam? Или was he listening to music? Was he listening to music? И вопросительный знак. Все. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Подписываемся на канал. Ставим лайки. И увидимся в следующих видео. Все. Пока-пока.